здравствуйте мои дорогие сегодня хочу поработать с такими бусинами это бусины агата кубики как вы видите разный цвет у этих кубиков и могу сказать что эти кубики не совсем правильной формы могу вам даже показать но мне они нравятся я все равно буду с ними работать выберу самые самые лучшие сделаю из них украшения эти украшения будут в продаже полюбуйтесь то вот такая красота мне не очень нравятся эти бусины ссылочку на эти бусины оставлю покупала я их на алиэкспресс хорошие бусины мне не нравится и все я их попробую использовать ну конечно же не в этом видео ну хочу я их использовать все выбрала уже несколько бусин более правильной формы например вот это кубик ближе к идеальному единственно вот скол есть небольшой вот и вот эта бусинка отличная красивый цвет что я буду делать я вам обязательно буду показывать это неплохая бусина есть кратеры выбрать кое-что можно будет сегодня я буду делать украшение украшение с одной бусиной и украшение в стиле пиджи мурана приготовила уже кое-какой материал гематит у меня различной формы и тросик 3 миллиметра толщиной силиконовый тросик попробую может быть и с ним еще сделаю то есть материал разный так вот тросик у меня есть золотой 045 ну и вот коробочка с гематитом всякий разный гематит буду использовать ну и кое-какие другие бусины сейчас буду разрезать эту нитку видите как собраны они через узелок нитка красивая разноцветная вот всегда жаль разрезать такую ниточку хочется ее в руках держать буду работать значит я выбрала вот эту бусину сделаю так значит вот я обрежу чтобы узелок остался с этой бусинкой будет на ниточке на беру эту бусину так и еще хочу вот эту бусинку взять по идее можно было тут по выбирать бусинки парные пока две вот эти бусинки буду с ними поработаю будет два чокера у меня значит вот такие две бусины ну а дальше если масть как говорится пойдет то еще сделаю что хочу сказать что отверстия не совсем по центру и если использовать по одной бусине то это заметно не будет поэтому наверное лучше ставить бусины если использовать не одну а несколько через какой-то материал через бусину или через проставочную бусину через диск ну в общем рядом их ставить они не будут конечно же и смотреться рядом и мешать друг дружки будут поэтому я буду использовать шейном украшение по одной пока бусине а там посмотрим дальше я определилась с дизайном возьмем для вот этой вот бусины одну из этих нитей они у меня связаны поэтому взяла сразу же показать вам то есть одна бусина у меня будет вот с такими стеклянными трубочками а вот это вот бусина будет с гематитовыми бочоночками на тросике и тот и другой сейчас центральную часть оформлю чтобы посмотреть как будет смотреться я взяла черный тросик 0,38 миллиметра не очень толстый потому что украшение будет не тяжелая возьму длину ну сантиметров наверное 50 сейчас даже наверное побольше сантиметров 60 возьму если что лишнее отрежу главное чтобы хватило так нет 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 не ножницами нужно обрезать а чтобы ровный краешек был инструментом нужно это делать так начну с этого кубика хочу возле камушка поставить такие вот шайбочки тоже гематитовые чтобы прикрыть дырочку мне кажется будет хорошо так с обеих сторон ну а дальше соберу бочоночки вот только не знаю может быть сюда еще какую-то бусинку поставить например золотую как акцент подумаю продолжаю свою историю изготовления украшения вот так меня получается эти украшения я в первую очередь покажу в своем канале бутика жерелье телеграм канале вот а потом буду монтировать видео на свои каналы дзене ю тубе поэтому подписывайтесь там где вам удобно все ссылки будут под видео в описании смотрите проходите по ссылочкам подписывайтесь обязательно ну а я продолжаю рассказывать что у меня получается в общем бусинки я все собрала вот так вот их на стопперы закрепила пока подобрала уже цепочки для удлинения значит здесь вот будет такая черная здесь звенья овальные и круглые они разъемные те и другие поэтому не составит труда их разомкнуть и поставить очень удобная такая цепочка значит вот такой карабин и буду делать на скуфейки скуфейки это такие бусинки когда они закроются получается бусина я вам покажу как их закреплять и хочу сказать что вот в эти бусины гематитовые два раза тросик проходит то есть не будет сложности его спрятать а вот в эти стеклянные бусины трусик два раза не проходит поэтому хоть и тоненький тросик 0,38 миллиметра но отверстие очень маленькая еще раз попытаюсь не проходит нет в эту бусину прошло то есть наверное не во все бусины проходит сюда проходит но это хорошо тоже также вот подготовила скуфейки в цвет карабинчик и такую вот цепочку буду использовать на окончании на удлинение буду использовать колечки они не разъемные соединяются восьмерками такая вот будет цепочка так ну что наверное приступим на украшение буду делать окончание так это уберу пока сторонку бы она мне не мешала так делаю сначала на одну сторону украшения будут не длинные пределах 40 сантиметров плюс 5 сантиметров удлинение тогда мне еще нужны кримп и у меня вот такой набор есть возьму кримп и мелкие это наверное полтора миллиметра у меня здесь есть и два миллиметра очень удобный набор один раз купила и вот теперь им пользуюсь так берем скуфейку продеваем тросиком дальше идет у нас кримп я хочу сделать два надо главное посмотреть чтобы они укрылись вот этой вот скуфейкой чтобы их не было видно так здесь у меня тросик проходит два раза поэтому я сейчас зажму сначала оба кримпа наверное по одному сначала один потом второй делается это инструментом так не убегай пожалуйста зажимаем вот видите он расплющился и будет удерживать хорошо тросик так один и второй рядышком сделаю рядышком рядышком чтобы спрятался он так сейчас я хочу загнуть тросик так чтобы он у меня зашел и сжимаю скуфейку все видите два ушка соединяем продеваем сюда колечко карабинчик и окончание у нас будет готово здесь не хочу делать длинный хвостик потому что как обычно жесткость появляется мне не хочется чтобы было много так мы вставляем вот так получается все аккуратненько и культур ненько и вторую сторону точно также там правда немножко будет неудобно ну все возможно я хочу сделать это за кадром да не забываем вот так складывать чтобы наши гусики потом были гибкие точно также в отверстия прохожу скуфейки дальше два кримпа и вот здесь нужно найти такое место чтобы и свободно было и в то же время чтобы кримп хорошо был зажат давайте я сделаю это за кадром потом вам покажу вот один кримп зажат видите какое расстояние от кримпа до бусины буквально тут три миллиметра сейчас зажму второй кримп и тросик спрячу в бусинку вот так буквально три бусинки прошла и тросик обрезаю очень аккуратненько чтобы не повредить основной трос так давайте посмотрим что тут у нас получилось ну все прекрасно все хорошо вот такие бусики получаются дальше я заканчиваю ставлю колечко карабинчик и удлинительную цепочку так же поступаю вот с этим украшением для раскрытия колечек я пользуюсь вот таким инструментом мне очень удобно с ними работать с этими кольцами значит как я делаю один конец колечко я зажимаю и инструментом а второй вставляю в прорезь этого кольца и раскрываю это колечко беру вставляю с этой стороны сделаю так и карабин в это же кольцо и точно так же закрываю сейчас подправлю все кольцо закрыто этот конец у меня оформлен второе колечко точно так же сейчас открою и и вторую часть сюда точно так же закрываю очень быстро получается все колечко еще раз подожму сейчас выровняю и все украшение готово подровняю на камеру как не знаю прям все неудобно кажется делать в общем подровняю а сейчас давайте посмотрим результат вот такие украшения получились одно с гематитом второе со стеклянными бусинами они в принципе похожи только цвет получается разный да ну и еще я сделала вот с таким гематитом одно украшение все тоже самое просто другой гематит в виде сердечек так смотрится такая же цепочка удлинительная карабин напишите как вам такой гематит мне кажется хорошо ну и еще одно украшение на силиконовом шнуре внутри также находится тросик металлический вот посмотрите как я здесь сделала окончание тросика заключила в бусинки с большим отверстием как раз по ширине по диаметру тросика вот этого силиконового шнура 3 миллиметра у меня все хорошо вошло прекрасно получилось мне нравится смотрится замечательно вот немножко у меня этот шнур неровно был свернут лежал долго и вот он никак у меня еще не может расправиться но со временем конечно он форму примет какую нужно вот такая бусина по центру точно такая же как и в этих украшениях все эти украшения у меня будут в продаже больше украшений можно посмотреть на моем втором телеграм-канале ожерелье бутик называется ссылочка будет в описании к видео пожалуйста заходите смотрите выбирайте заказывайте вот такие украшения следующее видео выйдет как я делала вот это украшение и как закрыть тросик на силиконовом шнуре как сделать окончание вот в таком украшении пишите свои комментарии пожалуйста мне очень интересно узнать ваше мнение спасибо всем кто досмотрел это видео до конца всем всего хорошего вдохновляйтесь и творите до новых встреч на моем канале пока пока ваше мнение украшения и а украшения не и а а Субтитры сделал DimaTorzok